Вплоть до 1969 года легендарная кинолента считалась утраченной. Потом отдельные фрагменты обороны Севастополя обнаружили в архивах и соединили в фильм, который в течение долгого времени показывали посетителям кинопавильона Музея обороны Севастополя. Полтора года назад картину озвучили голосом работавшей тогда научным сотрудником Зои Мефодьевны Дудниковой. Мы привыкли видеть этот фильм на экране безмолвным и пытались объяснить то, что происходит на этом экране. А вот уже приступив к этой работе, работал целый коллектив, вы знаете, когда я впервые услышала музыку, которая сопровождала этот фильм, вы знаете, совершенно другое впечатление. Я тогда поняла, как воспринимали в свое время, когда Тонков вышел на экран. Оригинальное музыкальное сопровождение в 1911 году создано композитором Казаченко. Однако партитура со временем была полностью утрачена. За ее восстановление взялся молодой севастопольский автор Сергей Кор совместно с известными в городе музыкантами. Это Севастопольский симфонический оркестр и оркестр Севастопольского полка Росгвардии. Они это... один написал эту музыку, а другие ее сыграли. Вы знаете, удивительно, этот проект вообще был реализован, задумал давно, уже полтора года, но реализовался он в течение 1923 года. Для всего этого большого пути хватило полгода. Это уникальное, вообще, я считаю, творческое событие. «Голос за кадром» в восстановленной версии принадлежит народному артисту России Виктору Сухорукову. Первый показ возрожденного фильма «Оборона Севастополя» в живом сопровождении севастопольских оркестров прошел на Малаховом кургане во время фестиваля «Русская троя». В честь Дня народного единства картину в том же формате представили зрителям в зале Севастопольского центра культуры и искусств. Это первый его показ в концертном зале, там, где само звучание позволяет оценить композиторское решение и высочайший исполнительский уровень. Поэтому вот сейчас очень волнующее событие для всех создателей, потому что фильм впервые полноценно зазвучит. По словам авторов проекта, работа над воссозданием «Обороны Севастополя» еще не закончена. В будущем необходимо более детально восстановить хронологический порядок эпизодов. Поэтому есть идея, если мы получим разрешение и получим авторские права на, скажем так, приведение фильма в соответствие с замыслом Ханжонкова, сделать и это. И, конечно, хотели бы снять фильм о создании фильма «Обороны Севастополя», потому что это эпопея и съемочная, и художественная. То есть проект того стоит. Проект по воссозданию кинофильма Александра Ханжонкова «Оборона Севастополя» реализуется благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив. Максим Давыдов, Дмитрий Лилека, Севинформбюро.